Всем привет! Сегодня я покажу вам свою новую раскраску от корейской художницы Apple. Раскраска называется «Лесная девочка». Размер этой раскраски 25 см на 18,5 см. Она достаточно толстая, вот такая у нее толщина. 58 односторонних иллюстраций в этой раскраске. Обложка мягкая и достаточно тонкая, с таким вот клапаном. Материал обложки такое ощущение, что прорезиненный, но эта прорезиненность, в общем-то, ни на что не влияет и ни от чего не защищает. В некоторых местах обложка загрязнилась, и эта прорезиненность никак на это не повлияла. Единственный плюс, что приятно дотрагиваться. Она такая мягенькая, и, наверное, на этом все ее плюсы закончились. Форзац такой вот милый, с собачками-мишками. Практически все описание на корейском языке. Вот только тут некоторые слова на английском. Вот первая часть. Книга разделена на несколько частей. И вот, собственно говоря, начинаются наши иллюстрации. С одной стороны мы видим иллюстрацию, которую нам нужно раскрасить, и с другой стороны оригинал этого рисунка, который нарисовала, собственно говоря, сама художница. Apple, как я сказал уже, она живет в Южной Корее. Долгое время она жила в столице Южной Кореи, в городе Сеул. Но потом со временем ей надоела жизнь большого города. Ей не нравилась работа, она меняла несколько работ. Не нравилось то, что ей приходилось по работе общаться со многими людьми, которые ей не нравятся. Ну, в общем, надоела ей жизнь большого города. И она переехала на побережье океана, поближе к природе. И решила заняться тем, чем она всегда хотела заниматься, это рисовать картины. И вот она создала целую серию таких картин с этой девочкой, которая живет на природе, гуляет, мечтает. Это такая наивная девочка маленькая. И в этих картинах она нарисовала свою жизнь, вот которой бы она ее хотела видеть. Такая полная безмятежности, спокойствия. Вот она себе тут отдыхает ванной с собакой. Рогатая собака и белка – это спутники этой девочки. Они присутствуют практически на каждой иллюстрации. Вот белка, вернее, собака-белка. На некоторых нет. Вот, как допустим, на этой нет. А так практически на каждой иллюстрации. Вот уже вторая часть. Изначально меня немножко смущали вот эти картинки, которые оригиналы, да. Потому что я не знал, как будет меня раскрашивать. Мне казалось, что я постоянно буду смотреть на вот этот оригинал. И тяжело будет подбирать цвета. Но, вы знаете, это оказалось даже плюсом. Это так. Может быть, кто-то приобретет себе такую книгу. И, может быть, тоже поможет этот совет. Я сначала как-то просто отключаюсь от этой картинки. Просто не обращаю на нее внимания. Я подбираю цвета, ну, так, как я это вижу. Вот. И потом уже в процессе рисования я смотрю, когда я уже выбрал, какими цветами я буду раскрашивать. Смотрю вот сюда, и тут уже тени как-то дорисовываю, да. Вот смотрю, как они изображены на оригинале. Допустим, вот здесь у нас мы видим, как падает свет с окна. Здесь этого нет. И, в общем-то, можно будет тоже это дорисовать. Также мы видим, как у нас разрисован плед такими узорами, да. Тоже можно тут... Да не обязательно это будут точно такие же узоры. Но художница нам подсказывает то же самое шторы. Можно сделать это все однотонно. Но вот какие-то подсказки в этом есть. И действительно, на самом деле, это упрощает процесс. Ну, лично для меня это упростило процесс раскрашивания. Хотя я всегда очень скептически относился к тем раскраскам, где с одной стороны у нас идет картинка для раскрашивания, а с другой уже готовая работа. Мне казалось, что будет неудобно, и как-то это будет смущать и отвлекать. На самом деле нет. Просто вот как-то надо сначала абстрагироваться от этого, а потом уже это все поможет. Достаточно разнообразные иллюстрации, что мне понравилось. Здесь, с одной стороны, да, здесь персонажи практически везде одни и те же, но они на разных локациях, в разных позах, да, разные действия делают. Где-то сидит, где-то спит, где-то гуляет. Они и готовят, и кушают вместе. Очень интересно раскрашивать. И мне очень понравилось. На самом деле просто. Некоторые, конечно, иллюстрации более детальны. Они, конечно, займут больше времени для раскрашивания. Некоторые менее детальны. И я думаю, что можно раскрасить их очень даже быстро. Такие необычные ракурсы, как вот здесь. Тоже очень мне нравится эта иллюстрация. Так интересно сделано. Очень мне нравится, как художница раскрашивает, ну, в своем случае она рисует фон, да, очень похоже на стиль Мари Баркер. Вот, кто помнит обзор моей прошлой раскраски, там она тоже фон просто рисует вот так, акварелью зарисовывает одним цветом, да, там в разных тонах. И я, кстати говоря, тоже мне очень нравится такой способ. И сам уже понемножку начинаю его использовать. Мне кажется, смотрится очень стильно. И делать его просто, вот как здесь мы, ну, это во многих иллюстрациях. Просто его делать и смотрится это эффектно. Поэтому я с удовольствием тоже вот понемножку перенимаю эту манеру. Мне кажется, очень даже классно. Ну, здесь, конечно, уже ты его не используешь, потому что очень много деталей и без того. Здесь тоже вот спит уже есть. Вот здесь достаточно мало каких-то деталей. Я считаю, что можно быстро раскрасить. Можно экспериментировать с одеждой, с волосами, с цветом волос главной героине. И никогда это не надоест. Не знаю, пока что мне очень нравится. И прям все иллюстрации нравятся. Конечно, тоже хочу сказать, что сначала она мне не очень понравилась, эта раскраска. Как-то я ее не понял. Во-первых, я не очень люблю аниме. Вот. И девочка тут похожа вот на аниме. Да, вот эти большие глаза. Как-то я не догоняю. Вот это тоже такая оригинальная очень иллюстрация в бутылке. Классно смотрится. Я не очень догоняю аниме, но я так посмотрел, что здесь на многих рисунках у нее или закрыты глаза, или как-то опущены. То есть, совсем мало. Или где-то она так со спины нарисована. Очень мало этих глаз. Поэтому я решил, что это не так уже важно. Да, и можно смело заказывать. Вот. Вот здесь тоже прям какая-то волшебная иллюстрация на морском. Ой. Ну да, на морском или на океаническом дне. Каждая иллюстрация, она очень атмосферна. Вот прям ты смотришь на нее, ну лично для меня, и ты ощущаешь все то, что там нарисовано. Вот здесь такой осенний день. И ты смотришь, и ты прям чувствуешь вот эти капли дождя, которые только начинают спускаться с небес и падать, да, такие. И вот ощущаешь эту прохладу, свежесть осеннего дня. Не знаю. Ну все очень чувствуется. И видно, что все нарисовано с душой. Здесь вот на этой картинке чувствуется тоже уют осеннего или вечера, или дня, когда ты сидишь дома, за окном дождь, и ты сидишь с чашечкой чая. Ну, действительно, очень-очень все атмосферно. И вот этим она подкупает. Как я понял, что не так давно она стала известна, эта художница, но эта раскраска уже достаточно популярна. Как раз я думаю, потому что вот она и подкупает своей вот этой простотой, наивностью, честностью. Книга, кстати, на склейке. Она не прошита, но склейка достаточно качественная. И раскрываются очень хорошо иллюстрации вот даже на середине. Сейчас я вам покажу. Если взять середину, тоже очень классно раскрываются. Пока что листы не выпадают, но мне кажется, и не будут выпадать. Также мне очень понравилось, но это уже касается именно издания, то, что здесь, видите, не перфорация, просто пунктирная, вернее, штриховая линия. И можно отрезать по желанию, но повторюсь еще раз, что перфорации здесь нет. И очень удобно то, что иллюстрация не дорисована до конца. Ну, для меня это вот как-то чисто психологически. психологически нравится, потому что даже если односторонняя иллюстрация, и она дорисована прямо же вот туда, ну, оставлять там недорисованным такое ощущение, что незаконченная иллюстрация. А дорисовывать туда не очень удобно. Поэтому вот здесь, мне кажется, очень удачное решение. То, что сделали вот такое отступление здесь где-то сантиметром. Так, и вот последняя иллюстрация и последняя моя раскрашенная работа, которая мне очень нравится. На этом раскраска заканчивается. Здесь опять вот эти милые собачки-мишки. Вот тоже, видите, она у меня уже грязная, нужно будет протереть ее. Вот такая раскраска моя новая, очень мне нравится. Пишите свое мнение о ней, как вам она нравится, не нравится, очень интересно будет услышать. В описании я оставлю ссылку, где ее заказывал. Заказывал ее на английском Амазоне. Вот, по-моему, на английском. Точно не помню, посмотрю на каком-то Амазоне. Вот, спасибо всем за внимание, просмотр. Всем пока, до новых встреч!